Коляска 3 в 1 Тучис Мими Стайл на канале Буан Бэби Здравствуйте уважаемые друзья! Сегодня у нас с вами на обзоре коляска 3 в 1 Мими Стайл от компании Тучис Это 325 цвет, причем не удивляйтесь, может быть попозже появятся модификации 325, дробь 1, 2 и 3 Отличие будет заключаться лишь в том, что здесь у нас с вами использована эко-кожа Через дробь может быть такой же коричневый цвет, но без эко-кожи А с дробью 2 может быть здесь какой-то рисунок Итак, давайте переходить к обзору и прежде чем к нему перейдем, также напоминаю, что ссылку на магазин, где можно купить эту коляску, вы найдете внизу в описании И досмотрите это видео до конца, для вас будет приятный сюрприз Про каждый блок мы поговорим с вами отдельно Начнем с люльки, потом поговорим о прогулочном блоке Потом сделаем обзор рамы, а потом на раму установим автокресло И начнем мы, конечно, обзор с люльки и будем спускаться сверху вниз Ну что, начинаем с люльки Итак, люлька у нас имеет такую яйцевидную классическую форму Она достаточно стандартная для польских колясок Имеется достаточно обширный глубокий капюшон и яйцевидные формы люлька Если говорить про материалы, то здесь используются меланжевые ткани Рассветок очень много Чем меланжевая ткань отличается от другой? Здесь просто в самой ткани, в структуре есть крапления белой нити Поэтому она называется меланжевая Кроме этого, имеются вставки из эко-кожи Сами ручки из эко-кожи И плюс сами есть элементы из эко-кожи на самой люльке Плюс вот эти логотипы чаще всего тоже сделаны из эко-кожи Итак, давайте теперь подходим к самому обзору люльки Имеется ветрозащитный клапан Единственное, я не знаю, насколько он ветрозащитный Потому что я считаю, что все-таки, если сильный ветер То он найдет какую-то щель и все равно проникнет внутрь люльки Окей, от какого-то ветра он защитит Но больше, я думаю, это все-таки защита, допустим, от прямых солнечных лучей Чтобы в глаза ребенку не било солнце Если вы идете и солнце у вас за спиной, допустим В любом случае, клапан это дело удобное Плюс, что удобно, здесь имеется смотровое окошко Как видно, здесь имеются специальные пуговки Если их застегнуть, здесь имеются специальные резиночки Таким образом, этот клапан будет держаться Вот, с этим все понятно Сама накидка на ножки люльки крепится по бокам на двух кнопочках Вот таким образом снимается Дальше поговорим, наверное, о самой любимой детали у покупателей Это капюшон Чем хорош этот капюшон? Он достаточно объемный Он имеет дополнительный козырек Но, что еще очень любят спрашивать Это, чтобы козырек был съемный для стирки Да, в этом случае он съемный Здесь имеется молния Которую можно отстегнуть и целиком снять Вот с этой металлической дуги Сам капюшон и постирать Что еще здесь здорово? Здесь, чтобы опустить капюшон Имеется кнопка Она красная, специально обозначена Достаточно ее нажать с одной стороны И бесшумным образом Поднять или опустить капюшон Что еще здорово у этого капюшона? Это, конечно, вот эта вентилируемая секция Она крепится на молнии Можно отстегнуть совсем И что еще здорово? Вот это продолжение Вот этой кнопки опускания капюшона Можно, допустим, изменить наклон капюшона И при этом Вот эта секция вентиляционная Она не до конца закрывается Вот особенно в этом ракурсе видно Соответственно, вы можете опустить И, тем не менее, люлька будет немножко проветриваться В случае необходимости Если даже этого недостаточно для проветривания То резинку можно просто поднять И тогда здесь будет полная вентиляция В случае необходимости Даже капюшон можно вообще поменять У него направление Допустим, если солнце бьет с этой стороны Вот таким вот образом То есть солнце не будет попадать на лицо ребенка Что, конечно, тоже очень удобно Итак, дальше продолжим обзор люльки С того, что происходит у нас внутри Сразу скажу, что Материал внутри люльки Из каких-то... Это, я думаю, натуральный материал Скорее всего хлопок Я не специалист в этом Но на самом деле обивка на ощупь очень приятная Причем она сделана в такой мелкий пупырышек Вот, ну, в принципе, я думаю, ребенку будет уютно Сама обивка, она снимается Крепится на резинке, да, просто обтягивается Вот Она текстильная Ну и, понятно, с этой стороны пластик Вот Что еще важно Здесь используется матрасик Он, к сожалению, сам матрас не имеет никакой молнии Его нельзя открыть, посмотреть, что внутри Но по ощущениям, я думаю, что здесь кокосовая койра Что еще интересно Здесь даже на самой бирке написано Что не требуется дополнительный матрас Соответственно, этого матраса будет достаточно Ничего докупать не нужно Что еще важно для люльки Это то, что можно регулировать наклон спинки у ребенка Единственное, он делается с внутренней стороны Вот такой подставкой Еще что важно Это, конечно, ее размеры Давайте замерим Длина люльки составляет 74-75 см Ширина составляет 33 см Высота в районе, в самом высоком месте, 20 см И в районе ножек где-то 15-16 см Ну что я могу сказать Люлька на самом деле достаточно объемная Можно смело ее покупать родителям, которые рожают летом И планируют до зимы, вплоть до, скажем, января-февраля Катать малыша в этой люльке Прежде чем закончим обзор люльки Расскажу немного про комплектацию На самом деле это действительно очень важно В комплекте здесь у нас будет вот такая сумка для мамы Клапан крепится на вот таких вот липучках Также в комплекте будет москитная сетка Достаточно из крупной сетки для упитанных комаров Также здесь будет дождевик Москитная сетка для автокресла Не знаю, видимо, кому-то надо И будет инструкция Кроме того, в комплекте также будет подстаканник Подстаканник крепится на свое ушко Вот с правой стороны на раме Вот таким образом Еще что, раз уж мы заговорили про эту часть коляски Ручка у нас сделана из эко-кожи Эко-кожа, она такая достаточно хорошо натянутая Вот, сама ручка регулируется кнопками по бокам Все очень плавно Итак, с люлькой заканчиваем Дальше мы установим прогулочный блок И я расскажу про него поподробнее Чтобы снять, кстати, сумку Нужно снять ее с карабинов Здесь есть еще, кстати, плечевая лямка Вот, но для того, чтобы снять саму люльку Нужно нажать две красных кнопки с каждой из сторон С этой стороны С этой стороны И просто поднять люльку вверх Вот и все Итак, переходим к прогулочному блоку Прогулочный блок можно установить Как по ходу движения, так и против хода движения Нам для удобства презентации коляски Удобно, если блок будет стоять именно таким образом Достаточно просто попасть в пазы и нажать сверху Все, вы услышите два щелчка Значит, прогулочный блок встал на свое место Итак, переходим к прогулочному блоку На самом деле прогулочный блок тоже очень Как это правильнее подобрать слово Очень практичный Точно так же, как и сама люлька Но в прогулке мы заметили ряд недочетов О которых мы вам, конечно, расскажем Итак, давайте начнем с капюшона Также будем спускаться сверху вниз Что удобно? У капюшона, чтобы регулировать его наклон Достаточно нажимать на вот эту красную кнопку С одной стороны И он бесшумный Единственное, если опустить капюшон Вот в такое положение То доступ к этой кнопке Он становится очень неудобным Если только ее начинать прожимать Через саму ткань Нам это кажется не очень удобно Еще момент Если, допустим, опустить спинку Горизонтальное положение То все Это максимальный наклон у капюшона То есть сильнее нельзя будет опустить его Есть, конечно, дополнительная секция Но если мы ее расстегнем То вы увидите, что она сделана из сетки Соответственно, этот вариант расширения капюшона Он актуален только для летнего периода Для зимы Его использовать просто будет нельзя Что еще здорово в этом прогулочном блоке Как уже видно, да, есть полностью горизонтальное положение У спинки Подножку также можно поднять Таким образом получается очень большое и широкое ложе для малыша Но Чтобы поднять спинку Нужно будет толкать ее вверх У спинки есть полностью вертикальное положение 90 градусов На самом деле я сомневаюсь, что это удобно малышу Но почему-то мамы достаточно часто спрашивают Что было именно такое положение Вот, что еще у прогулочного блока Есть вот этот матрасик Который также в случае необходимости можно снять Сверху он крепится на кнопках А снизу просто вот держится за счет того Что здесь проходят ремешки в отверстиях Имеется пятиточечный ремень Плечевые накладки Мишпаховая Вот этот также клапан прикрыт Есть межножная перемычка Что достаточно удобно Ребенок не будет скатываться Что очень здорово сделано Подножка она регулируется, понятно Но она, вся ее ширина продублирована эко-кожей Соответственно будет очень легко за ней ухаживать По картинке вы наверное уже заметили Что прогулочный блок имеет очень просторные размеры Сейчас мы это замерим и убедимся в цифрах Но прежде всего давайте я вам расскажу Как снимается бампер Для этого нужно межножную перемычку отстегнуть Бампер можно снять или с одной стороны или целиком Для этого в нижней части здесь есть кнопка Ее нажимаете Очень на самом деле плавно и удобно снимается Вот, сам бампер имеет текстильную обивку Но здесь нет молнии, чтобы ее снять Допустим для того, чтобы постирать Итак, по поводу размеров Давайте замерять Длина прогулочного блока Примерно 95 см Уже ого-го как это много Ширина где-то 38 см Тоже очень много Ну высота, если кому-то важна Допустим до подлокотников 15 см И еще очень часто спрашивают размер Это как раз глубина посадочного места Она здесь тоже достаточно глубокая Ну где-то 20-26 см Прогулочный блок на самом деле Один из самых больших в классе И о чем это говорит То, что даже подросший ребенок В комбезе зимой Здесь ему будет достаточно места, чтобы ездить Обзор прогулочного блока будет не законченным Если мы с вами не покажем И не расскажем про накидку на ножки Вот, она имеет вот такой вот клапан сверху Он крепится на пуговках Сама накидка, она крепится по бокам На двух кнопках С одной стороны и с другой стороны Мне кажется, этого недостаточно Такая массивная накидка Ну, мне кажется, нужно хотя бы по две кнопки Потому что если ребенок будет беспокойный Бить ножками по ней Он просто может ее сорвать Но что смущает на самом деле больше в этом клапане Здесь имеются пуговки И логичнее сделать здесь две дополнительные петельки Что в случае ветра или непогоды Чтобы можно было зафиксировать этот клапан Вот в таком поднятом виде Но здесь нет такой возможности Поэтому, я думаю, маме придется при колхозе Здесь какие-то петельки Чтобы это можно было закрепить В противном случае Все это дело будет просто ложиться на лицо малыша Вот таким вот образом можно снять И все Сама накидка на самом деле очень глубокая Очень широкая Очень хорошо прилегает Закрывает по бокам Сами ножки коляски Кроме того, она утепленная Что, конечно, очень здорово Ее будет использовать в зимний период Чтобы снять прогулочный блок Точно так же нужно нажать на две красные кнопки по бокам С одной стороны С другой стороны И, кстати, да Я уже говорил, что прогулочный блок Можно установить по ходу и против хода движения Против хода движения Делается вот таким вот образом Попадаете в пазы С одной стороны С другой стороны Услышите два щелчка И снимается точно так же На красную кнопку Опять здесь и здесь И снимаем Итак, если у нас на обзоре коляска 3 в 1 Значит, нужно показать, как устанавливается автокресло Автокресло, кстати, будет вот такое И будет иметь накидку на ножки и капюшон Чтобы кресло установить Нужны вот такие адаптеры Они сразу идут в комплекте Сначала адаптеры устанавливаем на раму Берем кресло И тут самое главное попасть в пазы С одной стороны и с другой стороны Вот в пазы попали Теперь просто давите сверху Все, кресло стало на свое место Накидка на ножки крепится на двух кнопках Все, вот таким вот образом можно снять И капюшон точно так же крепится На тех же самых кнопках Просто она двухсторонняя И вот таким вот образом снимается Если говорить о самом кресле Здесь имеется вкладыш Единственное, вкладыш не очень толстый Может быть вот здесь вот недостаточно будет Поддержки для головы ребенка Для новорожденного Но что здорово Здесь уже будет иметься подушка для новорожденного Потом, когда ребенок подрастет Просто ее достанете И оно станет поглубже Сам матрасик потом, когда ребенок еще подрастет Можно будет точно так же снять Очень удобно пользоваться ремнем Здесь имеется кнопка Нажимая которую, да, сразу высвобождаете ремни После чего Допустим, необходимо, если ослабить ремни Здесь прям подписана кнопка пресс Нажимаете и достаете лямки После того, как застегнули ремешок Просто тянете вот эту лямку И все, и затягиваете малыша Вот эту дугу для переноски Точно так же можно будет опустить Если она не нужна Просто нажимаете на две красные кнопки по бокам Вот таким вот образом Для того, чтобы снять кресло Здесь сбоку есть вот такой вот механизм Его тянете и все Этот механизм позволяет высвободить Вот из адаптера само кресло Прежде чем снять автокресло Я расскажу, как оно крепится в автомобиле Точно так же, как на раме Оно устанавливается против хода движения То есть ребенок смотрит на багажник машины А не на капот Ничего дополнительно докупать не нужно Это кресло можно зафиксировать в машине Штатными ремнями автомобильными Если помните, ремешок состоит из двух частей Одна часть проходит по животу Вторая часть плечевая Вот эта часть, которая проходит по животу Вот отсюда Она проходится вот здесь Вот этими черными фиксаторами И вот так защелкивается в собачку замка Вот эта плечевая часть ремня Она проходит с задней стороны Вот здесь есть тоже соответствующая ниша Ремешок здесь продевается И соответственно точно так же защелкивается в замок Вот таким вот образом Как я уже говорил, чтобы снять кресло Достаточно потянуть с одной и с другой стороны И все, кресло потянуть вверх Если назвать эту коляску одним словом То на самом деле у меня всплывает на ум Такое слово, как практичность На самом деле это касается и самой рамы Почему я считаю ее практичной? Потому что это уже проверенная конструкция Здесь имеется открытый тип амортизаторов Здесь имеется качелька-тормоз Тормоза открытого типа Закрытая корзина для покупок Плюс здесь еще дублируется амортизация на самой раме Вот Если говорите опять спускаться сверху вниз Что здесь есть? Здесь есть ручка, которая регулируется Кнопка по бокам, как я уже говорил Здесь имеются кнопки замка для сложения Как складывается коляска, я расскажу чуть позже Здесь имеется навеска элемента крепления блоков Корзина Корзина имеет молнию и она закрывается Корзина тоже очень вместительная Чтобы зафиксировать колеса, чтобы они не крутились Достаточно вот эту шайбочку покрутить Чтобы снять колесо, нажимаете кнопку сверху Тогда колесо просто выпрыгнет вниз Кроме того, на самом колесе есть еще дополнительная амортизация Соответственно, мелкие неровности точно так же будут отрабатываться Заднее колесо точно так же можно снять Здесь есть кнопка красная, на которую нажимаете и снимаете колесо Если говорить о самих еще колесах То нужно сказать о том, что они на самом деле силиконовые Они надувные За счет этого они будут легче, чем надувные И они, конечно, не будут прокалываться Что на самом деле очень практично Если говорить еще о амортизации То она достаточно мягкая Смотрите, какой большой ход Чтобы сложить раму Передние колеса должны быть разблокированы Иначе они будут мешать сложению рамы Так как колеса будут уходить под корзину Сверху нажимаете две кнопки Тянете блоки на себя И опускаете Вот, как я уже говорил Колеса должны быть разблокированы Чтобы можно было их повернуть И они вот таким образом Таким образом рамы складываются С этой стороны есть ушко Фиксатор Таким образом коляска зафиксируется Ее можно будет переносить Если это недостаточно компактно Как я уже говорил То можно будет просто отстегнуть колесо И куда-то сюда положить Так рама будет еще компактнее Чтобы разложить коляску В обратном порядке Просто отодвигаете ушко И ручку тянете вверх Все, рама сложно Итак, давайте немножко подытожим Что мы получаем Покупая эту коляску На самом деле, как я уже часто говорю Коляску нужно выбирать Большего прогулочного блока Потому что вы его будете использовать дольше Основное достоинство прогулочного блока Это, конечно, его размеры Вашему ребенку здесь будет действительно просторный Он должен И он сможет долго им пользоваться Люлька точно так же Имеет очень много фишек Которые будут приятны в использовании Это дополнительные капоры Это достаточно вместительные размеры Богатая комплектация Удобное автокресло и так далее Все это будет стоить На момент съемки видео Около 32 тысяч рублей Но как раз то, о чем я обещал в самом начале Если вы оформите заказ По ссылке в магазине внизу И сообщите о том, что вы являетесь подписчиком Канала Буанбэби То вы получите дополнительную скидку 5% Согласитесь, приятно Всем удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!